Пролетарский проспект в Щёлкове поехал. А ещё весной здесь каждый день скапливалась пробка из автомобилей. Увеличение пропускной способности городской магистрали способствовало изменение режима светофоров по принципу «зелёная волна», устройство выделенных полос на перекрёстках и изменение схемы пешеходных переходов. Все работы выполнены в рамках областной программы «Долой глупые пробки». Дополнительная полоса для съезда в сторону Щёлкова-7 появилась на пересечении проспекта с улицами Заречная и Талсонская. Движение регулирует светофоры с дополнительной секцией-стрелкой. На перекрёстке действует скоростное ограничение до 50 км в час. Изменилась схема движений и для пешеходов. Попасть со стороны рынка к торговому центру «Кэмп» теперь можно по зебре. Движение регулирует светофор. Обновили разметку и на улице Центральная. Напомним, что движение здесь построено по принципу «едущие прямо не перестраиваются». Очередно с проезда устанавливают знаки, дорожная разметка и светофор. И так на всём протяжении улицы. Дорожные знаки, отбойники, горизонтальная разметка – эти элементы, обеспечивающие безопасность движения, были отремонтированы, а в большинстве случаев заменены на новые по заданию администрации городского округа. Нами было установлено порядка полутора тысяч дорожных знаков на улицах города. Было нанесено около 26 тысяч квадратных метров дорожной горизонтальной разметки. Из них 6 тысяч квадратных метров – это было пешеходные переходы и искусственные неровности, парковки. И порядка 20 тысяч квадратных метров – это была осевая линия. В этом году мы почти половину сделали пластики. То есть это материал, который более долговечен. И пластик мы ложили в основном возле школ, детских учреждений, социально значимых объектов. На довольно опасном участке дороги от деревни Серкова до Оболдина разделительная полоса имеет вот такое свечение. Лампочки, которые берут энергию от солнца в дневное время суток, вечером начинают мигать. Водитель, который проезжает по этому участку, видит, когда он выезжает на встречную полосу, что он должен немедленно вернуться обратно на свою полосу. Светящиеся полоса выполнена в виде искусственных неровностей, при наезде на которые автомобилист ощущает вибрацию. Для водителя это предупреждение. Технология зарекомендовала себя на неосвещенных участках дорог, окруженных густым лесом, слепых поворотах с малым углом обзора. Михаил Налётов, Андрей Циханович, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok